До празднования юбилейных дат 550-летия города Чебоксары и столетия Чувашской автономии почти 6 лет. Но к реализации плана праздничных мероприятий приступили уже в этом году. В конце июня состоялось заседание межведомственной комиссии, где были поддержаны два объекта. Остальные включены в листы ожидания. Как продвигается подготовка к празднованию, обсудили сегодня на заседании рабочей группы. Галина Титарчук с подробностями. В 2014-2016 годах при поддержке федерального бюджета предусмотрена реконструкция 21 объекта. На данный момент, по словам исполняющего обязанности министра экономического развития Чувашии, только на четыре из них составлена проектно-сметная документация. По трем начата работа, в том числе и по тем, которые сегодня поддержаны. Это реконструкция Красной площади, модернизация инженерных и коммунальных сетей и сооружений набережной реки Волга. Пока по ним нет ни концепции, ни технического задания, ни проектной документации. Этот вопрос на постоянном контроле главы администрации города Чубаксары. Работа ведется, как я уже сказал, с институтом. Они сейчас готовят техническое задание на основе того проекта, который был. Но прошли годы, у них проект и был, и чуть ли не экспертиза была пройдена. Тем не менее, туда надо вносить изменения. По Красной площади на сегодняшний день из внебюджетных источников мы заключили договор с архитектурным предприятием из Испании. Они будут готовить проект комплексного освоения залива, Красной площади, набережной. В октябре проект они должны сдать. После этого мы будем готовить техническое задание на инженерной коммуникации этого объекта и проектировать. Давайте вот здесь совместно с Минстроем сроки определить и более конкретно, когда это будет работать. Всего в Чубаксарах предусмотрена реконструкция 16 объектов, среди которых и строительство пяти дорог. К праздникам изменится и Московский мост, улицы Ярославская, Энгельса, Московский проспект. Что касается объектов культуры, то в правительстве России представлены предложения по реконструкции 10 объектов. Эти заявки рассмотрены, Минкультура России и Минэкономики России поддержаны, включены в лист ожидания. Объем выделения средств из федерального бюджета на объекты культуры на сегодняшний день таковы. На 2015 год это 252 миллиона рублей, на 2016 год 1 миллиард 115 миллионов рублей. Также поддержанные находятся в листе ожидания на финансирование два объекта здравоохранения, школа Олимпийского резерва номер 3, оздоровительный лагерь «Белые камни». Руководитель рабочей группы Иван Моторин рекомендовал всем министерствам закончить проектные работы не позднее 2014 года, как бы тяжело не было с исполнением бюджета. Мы должны решить все технические моменты, о которых мы сегодня говорили. Это завершить проектирование вовремя, получить экспертизы необходимые, так как есть определенные требования к федеральной адресной инвестиционной программы, в рамках которой будет осуществляться финансирование наших объектов. И в первую очередь там весь пакет документов должен быть представлен во-первых вовремя, ну и соответственно в полном составе. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.